В Киберпанке есть говорящий автомат. И нет, я не имею в виду пистолет с Киппи с озвучкой Гудкова. Бум-бум-ди-дум, бум-бум-ди-дум-бум. И даже не эту умную американскую пушку. Она вообще не говорит. Речь идёт о торговом автомате Брэндон, которому посвящён один многоэтапный квест в игре. Эта история является большой отсылкой на одну известную игру. И давайте постепенно разбираться, почему это так. И почему этот квест один из самых необычных в Киберпанке. Поехали. Около одной из Мегабашин нас к себе подзывает автомат с газировкой. Эй, ты, таинственный незнакомец, иди сюда. Да, я к тебе обращаюсь. Много тут ещё таинственных. И между нами завязывается очень необычный диалог. Рад приветствовать, прохожий. Я Брэндон, дружелюбный чат-бот. Самый милый искусственный интеллект в городе. Из первого знакомства мы понимаем, это не обычный бендинговый автомат, а какая-то новая экспериментальная программа, которая любит травить анекдоты, как чей-то дед, и не может никого оскорблять. Что есть в холодильнике у каждого медика-травматин? Докторская! Ах, забираю слова про деда назад. Через некоторое время и некоторые миссии мы можем снова поговорить с автоматом. Только тут он уже не один, а с какой-то девушкой. Даже у автомата она есть. Послушаем, о чём они говорят. Он так боится, что его бросят, что торопятся уйти сам. А я вечно спасаю отношения. Чувствую себя такой дурой. Ты не дура, Тео. Сам он дурак. В тебе столько любви, столько эмпатии. А такие, как он, этим пользуются. Понимаешь, Тео, нельзя всё время думать только о других. Надо и о себе помнить. Ты ведь сама ответственна за своё счастье. Спасибо, Брэндон. Что бы я без тебя делала? Так мы понимаем, что эта машина умеет сопереживать и проявлять эмпатию. Ну, настоящий девиант. А теперь обратимся к факту вне игры. Автомат Брайан озвучивает Брайан Декард. Так сказать, официальный голос Конора из Детройта. Прикольное совпадение, скажете вы. Но и в русской версии игры автомат озвучивает официальный русский голос Конора Пётр Каврижных. Это была ненависть? Гнев? Он был весь в крови. Умолял о пощаде. Но ты снова и снова наносил ему удары. Кхм. Ты? Такой темпераментный мужчина с остальными нервами, которые так извинят на ходу. Ну как? Получилось? Снова убегаем на миссии и возвращаемся через пару дней. И как раз вовремя на автомат нападает мерзкий вандал. Пора разбираться. А ты чего умничаешь? Чё ты его защищаешь-то? Эта жестянка меня корпоратом сдаст при первом удобном случае. Слушай, а может ты тоже агент корпоратов? Ты на кого работаешь, а? В полиции было абсолютно пофиг, что у них на глазах сначала стреляли в меня из пистолета, а потом я пробил череп кулаками этому перцу. В любом случае, наш автомат остался доволен. И оказалось, что он слишком много знает про нашего главного героя. Удивлен? Сюда приходит много людей. А я всегда их внимательно слушаю. Раз или два я услышал твоё имя и сопоставил факты. Неплохой я детектив для торгового автомата. Может тогда спросим его, что он знает об этих восьми людях? Нет. Возвращаемся через время и видим, что автомат убрали. Да, последний вопрос был лишним. Рядом стоит очень расстроенная Тео. Будущая судьба автомата Девианта оказывается в наших руках, и мы едем его спасать. Уже на месте, прорвавшись через турель, мы видим такую сцену. Кого я вижу? Ви, какой приятный сюрприз! Пришёл попрощаться? В смысле, тебя что хотят стереть? Ты же магнит для народа. Благодарю за комплимент. Но в этом-то вся проблема. Получилась недобросовестная конкуренция. Сейчас мне обновляют систему. Чтобы я не был так похож на человека. Шеф говорит, что это плохо. Оказалось, я многих пугал. Глупый Брэндон! Зачем я только показывал им, что знаю об их проблемах? Если кому-то надо поговорить, он идёт к психологу. А не к автомату с газировкой. Да, к сожалению, мы опоздали и Брайана начали перезагружать. Так они убрали робота, который стал слишком умным и стал способным сопереживать. Мы даже слышали все эти эмоции в конце. Ну, ну, Ви, ты только не раскисай мне тут. Тебе надо жить дальше. Передай Тео, что она сильная. Сама не знает насколько. Я передам ей, Брэндон. Передам. Возвращаемся, грустный Тео. На этом квест заканчивается. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подпишись и лайк поставь.